Печка Отлично горит Ооооо Печка это жизнь Ооооо вот такая избушка окна повредил медведь сюда залезал сейчас затянули сказали не трогать окна не прикасаться чтобы сломать спала на в одном спальнике спала тепло даже второй не залезал вот это такая мягкая постель шкура а это вот предбанник который я вчера эту часть избы за основную приняла думаю ой как же здесь холодно запас воды сегодня даже не распаковывала потому что печка мне пока не нужна здесь а на улице что у нас на улице на улице у нас показывает 23 значит наверно ниже ветерочек прохладно все тут быстро у меня сохнет ночью кружки у меня вода осталась она на столе замерзла вот это что за вещь ночью мигала как маяк какой-то маленький светодиодик отмигает проснулась сегодня поздно около десяти сказывается разница во времени 6 часов все никак не привыкну вчера спала не больше трех часов и сегодня вставать не то что не хотелось я просто не понимал как вообще сегодня можно куда-то идти еще бы спать и спать тело ломит все-таки нагрузка была непривычной саночки дергали не в попад шагов немного перекашивали спину под грузом прошла всего 10 километров сил на постановку лагеря не тратила что же будет дальше а ничего у меня много продуктов не смогу идти по 25 километров в день пойду по 20 итак я вчера прошла 30 километров по маршруту накрутила 33 потому что пришлось возвращаться за забытые вещи сегодня надо пройти 13 километров до подъема до конца леса перед перевалом там встать потому что за перевалом там начинается длинное протяженное безлесное пространство там может заметать след и чтобы не попасть в темноту чтобы стоянку до стоянки дайте вовремя лучше встать перед перевалом хорошем месте в лесном так что поставлю палатку сегодня первый свой такой лагерь самостоятельный палатку с печкой ну и поменьше пройду отдохну после вчерашнего порывка вот замигал в зимнем походе главное конечно это не отморозить ноги должна быть теплая сменная обувь на стоянке я хожу в коротких валенках поверх которых надеваю капроновые бахилы не раз я ходила в зимние походы и каждый раз обязательным снаряжением были под бахильники теплые мешки чехлы из сукна синтепона или искусственного меха которые надеваются поверх ботинок каждый раз такие под бахильники обычно ехали у меня в рюкзаке здесь же как я надела эти мешки чехлы на ботинки так и насилует весь маркрут о как потеплело это уже 10 полдень 10 градусов в моем градуснике красотища тут там голубое небо вот это антенна для рации видимо вот такая избушечка кораль загон и мой путь сейчас будет на юг у меня очень правильный маршрут на солнышко отошла от избы кажется холодно уже на нос повязку надеваю туда не кажется мне что минус 10 похоже я выхожу на проспект проспект протоки речки вот и весь левый еще буранный след который прямиком без захода в избушку шел вот вот она моя дорога речка по которой сейчас некоторое время буду идти пока не пойду подниматься к перевалу по притоку уже узенькому я даже вообще бегу все не получится скольжение все-таки чуть отпустил мороз ох класс как люблю такие долины узкие домашние уютные еще и ветра нету поросли и очизении обрамляют галичники кормятся тут куропаточки вот след белки я не просто иду еще провожу еще по пути зимний маршрут на учет зверей все считают следы свежие которые пересекли буранный след как зверюшка вот здесь взлетала куропаточка но вот следы куропаточек мне конечно считать не надо их тут столько а вот заяц и двух белок уже встретила надо сказать что мой путь мне не совсем ясен ведь есть два варианта пути к Ирине с Василием и изначально я готовилась к тому что шел здесь дальше по основной речке и затем несколькими перевалами а запасной путь по моим прикидкам должен был уходить с реки в следующем распадке каким путем поедут Ирина с Василием точно не знал никто приехал я на развилку сходил чуть-чуть по последнему следу думал уже идти туда но сначала думаю надо сходить по прямому пути на разведку и смотрю а тут у меня стрелочка вот стрелочка стрелочка сейчас прочитаю что тут написано са то са то са то са то са то да са то может сюда Там, наверное, было написано стадо А вот это вот И, Р, А, Ира И стрелочка сюда Ну вот Они пошли вот по этому левому следу Правильно я туда собралась А туда, если пойти, то можно прийти в стадо Там на озере стадо Мне говорили Ну что, до свидания Речка Чугуковах Вот и солнышко вышло Все, иду под перевал И в последней зоне леса Тут недалеко уже Буду базироваться И уже завтра с утра Пойду на перевал Можно было, конечно, в стадо сбегать Но далеко, наверное, туда-обратно Это двадцатка, не больше Так интересно, конечно Надо будет посмотреть по карте Далеко ли там Не, не, надо сначала в гости Все-таки гости к Ивнец Василий Потом уже в этом стадо я, может, и так попаду Ох, люблю я Верхоянский хребет Не дует сильно Снега немного Красота и горы кругом Вон, в те горы где-то там Перевал На черку А вот какая-то козочка прошла Небольшой след Наверное, кабарга Дорога, надо сказать, живописнейшая Видимо, здесь не было сильных ветров Вот все заснежено Ой, все такое красивое Пошли вувальчики Карабкаешься вверх Чуть-чуть вниз Леса пока еще тут много Надо дойти до границы Границы леса И открытого пространства А тут ручеек внизу Маленький Солнце за горку то заходит То где-то в распадочке покажется И освещает склоны Вообще в 6 заходят 6.20 где-то А сейчас около 5 Чуды расчудесные здесь Просто сказочно А лесу реки Ну просто Вековые деревья Наверное Толстые Можно вообще стоять Костер большой разводить Я дальше иду Ворота в сказку И тишина здесь Конечно Звенящая Иногда только Из деревьев Всыпается снежок Чуть-чуть В разных местах Раз иногда Увидишь Слизится Иногда Куропаточка Где-то пролетит Ну все Красота Сейчас вот там за поворотом Уже налево надо будет повернуть И там уже лес Будет заканчиваться Судя по карте Все Я уже вылезла В зону такого Мелколесия Редколесия Надо Выбирать место Для стоянки За мной там была речка Можно ильдан Рубить Вот она Прослава от меня Вот тут уже Такие разреженные Деревца Сейчас Встану где-нибудь Дальше подниматься Наверное Не имеет смысла Солнце уже Позолотило Вершинки Верхушечки Все Отопчу место Под палатку Вот здесь Между двумя Лестницами Снег Неглубокий Я сейчас Наверное Даже его До земли Пророю Вот Под печки Точно Вот Расторчу местечко И все Буду Палаточку ставить Здесь уже Ветерочек Небольшой Я даже Некоторые ветки Отприсла Чтобы они На палатку Не сыпались Снег Дров Тут у меня Навалом А еще там Присмотрела Вот рядом Пуранка Прям Сушинка Все О Сушинка Так Сушинка 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 В первом приближении ну что дом стоит дом готов красотища красотища сейчас поставим печечку ну вот первую партию дровичка наколола печку остановила сейчас будем растапливать у меня в этот раз новшество коврик с сахотиной щерсти такой небольшой два спальника мне вот с собой не дали шкуру ветер поднимается с деревья светок сыпет сейчас она обсыпется перестанет сыпать маркировки а Так. Остегала чуть-чуть. Сейчас у меня еще есть береста заготовки. Морошу бересту еще. Может сразу загорелась. Слышно. Слышно. А что такое береста-то не идёт и плохо подожгла. Длинновато, надо будет короче ходить. Ну ладно. Сырая. Вот эта хорошая. Отлично. Сухо вообще. Ой, ладно. Сейчас разгорается. Ну вот и настало счастье. Стремительно теплеет. Ну вот первое утро. Новые палатки. Здесь на ракаянии. Всё отлично. Только вчера печка меня... Всё-таки смола какая-то лиственничная стекать и пахнуть. То есть перестыки надо конечно делать. Трубяные перестыки надо внутрь делать. А блинчики под печкой печь. Это самое. Так разогревается здесь прям духовка. Вот моя стояночка. Ветер, ветер сегодня. Горки затянуло, небо затянуло. Даже не знаю идти на перевал мне. Невысокий. Но ветер. За ночь многие деревья, смотрю, оголились. что они все были в белых. Белые оторочки. Ветер сдувает. Давно видно здесь не было такой погоды. Погода ветреная. А так вон всего-то минус 10. Вот оно натекло. Больше всего сюда текло. Но вот где касалась труба, ещё вот и разделка. Внутрь тоже текло. Да, похоже. Всё-таки надо пережидать будет мне этот ветер. Посмотрим. Витамин. Хлюква. Ох, замёрз. И ничего. Нормально. Оп. Ух. 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 Ух- kind Ух. Свернусь. Ух. Ухく. Ух. Ух. Ухты. Ух. Ух. Пройти мне сегодня надо как можно больше Но главное преодолеть безлесное пространство за перевалом До избы на Токури, это середина пути до Ирины с Василием, мне осталось 57 километров За два дня, наверное, не дойду, но посмотрим, как будет Ну, не дойду за два, дойду за три, не страшно Главное перевал преодолеть и найти путь Так, сейчас развернусь, что-то не так прицепило А, у меня гидатишки Зона леса тут еще продолжается, но вот впереди уже видно вершину такую пологую Вон там где-то перевал Пусть сегодня ветрено, нет солнышка, зато не холодно и скольжение есть А с перевала-то я покачусь, наверное, быстро Ну вот он перевал Не так уж тут далеко осталось И подъем очень пологий Думаю легко дойду Метров 500, наверное, до него Находка Виктор, небось, потерял Он последний ехал Надо будет забрать Медленно, наверное, поднимаюсь А вот как потемнели лиственницы Ведь вчера еще были заснеженные Они все вдулки Ура Ура Ура, я зашла Вот он, вот он Перевал Здесь уже даже камешки и травка И вот открывается вид Там даже полоска света Все, я уже на пологой части перевала О, долина Видна дальняя долина Чёрка Вместо чёрка по ней пойду вниз О, вниз покачу сейчас О Все, я поднялась Честно говоря, немножко боялась Вдруг видимости не будет Какой-нибудь сильный ветер Не, нормально Только подумал, что сейчас у этого дерева Надо что-то оставить Приношение богам А то так оно и есть Вот Все Спасибо, перевал Что пропустил меня Ну, вот здесь самый такой участок сложный Немножко замело след Буду идти по Наитию Может быть Буду видеть Чувствовать основу А нет, так вот Выйду в долину Все равно надо по долине вниз идти Где-нибудь Уранный след Я подсеку Обязательно Да нет, вот Времена не надуло Видны Снежные Это Пока Дороги Снегаходные Чего Найду 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 Снегаходные Ослеплены И мы Видели Осеньи Видя Глаза Зеленые Весны Нас Нас то держит Немножко проваливается Но Совсем не глубокая тропежка была Чуть-чуть И вот впереди Я уже вижу след Вот Он Все Сейчас буду на следе Ну вот я Дошла до места Ветнованных С долины Куда уже Спускается лес Здесь Тут Молоснежные Склоны Конечно Удивительно Издалека Кусты Казались Могучими Лиственницами А временами В ней мечталось Может быть Это стадо На самом деле оказалось и осталась небольшая группа кустов все, весь буду перекусывать итак, через перевал до первого удобоваримого места где можно остановиться, до первой лиственницы высокой я шла два с половиной часа да, вошла как будто в другую местность и вот здесь сразу появились следы оленей они копытили, стадо здесь было может и людей встречу, интересно и здесь уже хорошо, буранный след виден здесь уже так не метет, как наверху но похолодало сейчас, похолодало вот такая широкая долина, кустовничек и олени следы вот они копынки, вернее это просто следы нартовая дорога срезает путь через увальчики по долине по долине долина реки слева река сам опетляет широкая долина черки левый борт долины окаймляют такие пологие горки и где-то впереди меня ждет гора ветров на сужение долины наверно оттуда и дует замечательный путь просто песня вроде может уже и пора вставать но нет, я еще пройду как же хорошо тут вот такая леса тундра вот такая леса тундра вот такая леса тундра и манит и манит посреди широкого протяженного безлесного пространства на буранном пути стоит вот такой чум можно в случае чего воспользоваться и устроить ночлег но дров тут нету я уже дотянула до подножия гор там лес есть надеюсь солнце еще не сядет надо же как сменился пейзаж это вот вид откуда я иду как будто там и гор не было там пастбище здесь и свежий буранный след оленевод проехал долго-долго же я добиралась до каких-то деревьев сейчас проплю туда надеюсь хорошо где нас кустарники уже закат а след там идет по без лески дальше вперед но мне уже все пора пора на ночлег ну что вот я и дошла до деревьев по-моему нормально не знаю как тут с дровами но по крайней мере палатку растяну ура пришло спасение после долгих поисков вот здесь сухое что-то а то вообще все вот эти лиственницы редкие они живые ничего тут нету только веточки ну все теперь живу ну вот поставить палатку немного оттаивают дары оладушки они тут так пекутся классно вот мясо настоящее мороженое ем вот эти кусочки замороженных замороженного молока соленого сливки топлю печь куревыми дровами здесь столько кустов сухих оказалось вечером мне они казались все живыми такой запах стоит непередаваемый ух красота сегодня ночью не знаю где-то минус 15 градусник показывает что на самом деле не знаю не очень холодно уже готова каша у меня ой запах потрясающий от его дров и и и и и и и под вечером мне стало как-то тревожно уже солнце село скоро стемнеет хорошего леса все нет и нет не то что хорошего вообще никакого деревьев нету только где-то вдоль скал на склонах крутых по краям долина а это там может два километра до этого места по буранке это идти хорошо а в сторону свернешь все-таки трапешка ну вот я уже увидела более-менее близкие лиственницы очень редкие ну вот здесь вот две лиственницы рядом стоят и пришла сюда дальше кусты вот они меня и спасли там дрова были ну и под лиственницами немного дров нашла а мне чтобы палатку поставить нужно много колев я думала буду в лесной зоне идти мне Василий показывал основную другую дорогу буранную а в этот раз здесь проложили след ну это лучше даже потому что всего один перевал а так мне надо было бы несколько распадков преодолевать ну вот такая безлесная длинная долина оказалась ну все сегодня я уже дойду до хорошего леса а завтра уже думаю буду в избе на такуре половина пути будет Вчера я прошла где-то километров 17 наверное может 18 вот такое у меня замечательное местечко приютила меня пышная лиственница а вот тут по долине идет буранный след и мне сейчас продолжать путь вот тогда солнышко сходит из-за склона а я продолжаю путь продолжаю путь продолжаю путь по широкой долине чёрки вот не нашла вчера долисочка здесь подходят отроги долисенные и где-то там впереди гора ветров в дымке кусочки лубого неба и вот вот наконец-то я зашла в такой залесенный участок и выгляжете какие горы красивые и здесь наверное русло ручья может кустарник пошел вот какой-то вот 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 хорошая листа а то голая равнина горчика похоже лошадь и вот уже горка под которой я ночевала осталась вдалеке какое местечко здесь надо было ночевать если бы успела если бы знала есть речка русло речки а вот впереди хорошо заметна гора 902 метра гора ветров как называют ее местные из-под нее дует жалко что мне навстречу по долине дует а вот над горами облака стоят недвижимые посреди монотонного пространства ровного вот такая речка небольшая здесь буранные следы искали переправу петляют немножко и я вместе с ними от следа осталась вот такая полоска сначала подумал куда-то туда зашла но тут так намело что нас держат санта санта не проваливается санта не проваливается ну вот наконец-то след повернул в этот ручей в эту ловщину сейчас снова вкус на горы ветров а то отклонился след от отсюда надо мне дойти сегодня до этой горы и там останется до избы уже километров 15-17 наверно очень меняется тут ощущение холода сначала шла в куртке штормовки стало жарко я взмокла но поздно сняла куртку под ней успел скопиться конденсат он как-то быстро замерз под штормовкой но не высох я зябла и вот тут-то я поняла как-то осознала что в одиночку на морозе вот так заболеешь ну что делать будут ли силы пилить ставить палатку и даже нет майки запасной переодеться надела куртку остыла но в куртке без штормовки оказалось идти хорошо друзья не ешьте халву в шоколаде на морозе зубы ломает вот печеница это другое дело я поняла почему у меня отпотевает горло у меня просто на шее висят аккумуляторы целая связка сейчас повяжу на пояс и все будет нормально там не будет отпотевать как же редки среди этих безлесных просторов вот такие азисы вдоль речек сейчас речку пересекаю здесь вот какая поляночка с лиственницей где мы можем вставать лес хороший редко-редко тут такие местечки но мне еще пока можно идти дует дует все время на встречу ну похоже вот там действительно за горой ясное небо и может быть там действительно не дует вот осталось пересечь вот это пространство и вдали уже виден лес в котором наверное можно вставать будет ой хочу вон в те высокие горы где где голубое небо где голубое небо и может быть там не дует а ведь я примерно куда-то туда и иду вернее я даже за горы иду в нашем деле вовремя главное одеваться и вовремя раздеваться чтобы не смотеть чтобы не продуло может я конечно ошибаюсь но похоже это главный водораздельный хребет Верхоянского 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 вверхо Верхоянского Верхоянского Ну вот я, кажется, в раю Здесь растут мои любимые ирвы Дрова Все, я на реке Амбар Юряги До горы Ветров, до ее подножия не дошла Где-то, может, полкилометра Ну, не хочу, встану здесь, уже место определила Здесь дров полно А вот я, наконец-то, делаю лагерь вовремя Речка, амбар Юряхи На речке с таким названием точно можно становиться Плохое место так не назовут Не доверят амбар оставлять Наконец-то здесь солнышко показалось Из-под полосы облачности И осветило закатным сиянием горки Ну а вот это замечательное место, мимо которого я просто не могла пройти Несколько лиственниц крупных Здесь прямо берег речки Явно была стояночка Стою И вверх по долине амбар Юряхи Вид какой вечерний А тем временем полянка разрыта Буду спать как летом На лиственничной хвое Почти установила палаточку Очень трудно вбиваются колья в грунт Иногда не вбиваются Придумываю разные способы растяжки Продолжение следует... По поводу По амбар身 По поводу По поводу Про возобorrow Уф Камни Дальше искать Ну что Сегодняшним днем Сегодняшним днем я очень довольна Прошла много И сегодня очень быстро установила лагерь Потому что хорошее место Разгорание печки Самый приятный момент Пока еще в палатке Мороз такой пород Вся рта валит Не знаю сколько градусов Ива очень хорошо горит Но правда она конечно не дает Такой жар как лиственница Зато аромат дает Сейчас отдохну немножко Еще лиственницы Я сегодня еще нашла вот такую сидушку Кто-то обронил Будет у меня Как раз у меня короткая шкура Будет С продолжением Палатка Ой Занедевшая у меня Еще с утра Но расслабиться не удалось Печка барахлила Дым валил из всех щелей трубы Палатка наполнилась дымом В чем же дело Ладно Мне не привыкать Разведу костер И переночую под звездами Да Печка Не горит Вернее Обратная тяга Опять течет Я уже думала Неужели это ивовые дрова Вот странно Вчера Готовила на ивовых Ничего Думаю Может мокрые ивовые Пошла Сходила Принесла еще лиственницу В темноте там Там сова кричит Ну все Потопила Печку Закончила топить Все угли вытащила Заглядываю в трубу А там что-то Елки-палки Вот так вот Не, я рада Что погуляла в темноте Надо же так по-глупому Я главное не помнить Что там в трубе-то Ой Что это такое Может быть это чехол В котором Мне Ваня дал Светоотражающую пленку Аааа Точно Это как экран защитный Мне дал повесить Я так и не повесила А он был в чехле Я его вытащила А чехол забыла Даже забыла Что он был в чехле Ну все Двадцать Нормально Небо ясное Звезды Ух Ну вот Слава богу Все нормально Теперь-то уже Точно все Можно расслабляться Фух Да Что-то Никак я не подружусь С печкой Отследует Мне понравилась Печка очень классная Сейчас Вытянет отсюда Гарь И все будет отлично Вентиляция работает Нормально Прошла нормальная тяга Не Ну это Вы не представляете Какое это счастье Вот так вот Наконец-то Расслабиться А то я пришла Уже все сделала Уставшая Надо сказать И мне еще Час тут пришлось Выяснять причину За дровами ходить Сначала я почему-то Замерзла И я еще не ела Не пила Потом как-то Пока работала Согрелась Пока эти дрова искала Новые рубила Место под костер Очищала Потом надо Надо было Всего-то заглянуть Заглянуть в трубу Надо же Кто бы мог подумать Обалдеть Морозный рассвет Пол седьмого уже Растопила печечку Как же хорошо Стало Да и так В принципе Было нормально Ох Светает Ночь была ясная О, даже на моем Градуснике Тридцатка Значит точно Было Даже больше Наверное Лед Добыть не удалось Поэтому Коплю снег Коплю снег ОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛЬНУ foreignisme хорошо то как у меня 5 часов сна хватает чтобы выспаться в здешней красоте спальничек уже парит наружный я в двух спала нормально горова сейчас надо подпилить давай разгорайся ропатка прокудахтала стою я рядом с вездеходным следом и ночью под утро несколько раз слышала вдали шумбурана я думала сейчас проедут мимо меня разбудят но мимо никто не проезжал видны это оленеводы ездят свои стада карауливать так что я в теплой палатке или спальнике лежу сплю в такую погоду а они вот даже на буранах ночью ездят за стадом наблюдают волки сейчас же ходят но они для оленей страшные мне-то в палатку-то не залезут хорошо когда палатка большая можно здесь пилить но еще чтобы я захотела в лесу колокольные скрепляем вот в этой в центре я я списи Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...